Лучик, смотри, что я сегодня привезла. Что? Вкусно я тебе привезла кучу котомочек. Смотри. Не будем говорить от кого, точнее, будем. Ну-ка, держи. Держи, держи. Вот, молодец. А! Скажи, слишком свежая. Моя еда убегает с тарелки. Это сложно, да, луч? Бедный Сыч. Уже без головы, а всё равно убегает. Крепче, держи. Правильно, повыше её. Не вздумай там курить. Натюрморт с лучом. Опять вместе с ногами. Я так телефону раню. Не лезет? С плюшки утверждают, что лучше есть кусочками. Ты в знак протеста, да, ешь целиком? Да-да-да, вот я про это. Бедный лучик. Что-то, как-то скажи, не очень. Ну, у червячков удобнее, да, есть. Ну, червячки, они более калорийные, а это диетические, да. Ну, вот, отдельно ноги, да, правильно ты всё делаешь. У меня, на самом деле, ещё вон там 4 коробки. С сверчками, с захобусом и с мучными червями, которые чёмные и мертвые. Так что, птиченькам всем и наружным, и внутренним будет еда. Но я хотела показать не это. Я сегодня получила первую поставочку в этом году растений, которые заказывала ещё в прошлом. Это из общей закупки. Папоротники и очень классные штуки. Это называется аистник. Они не подписаны, наверное, какой вид аистника я потом буду смотреть. Не помню на памяти, записаны у меня в интернете. Вот. Цветут такими розовенькими, ну, даже не розовенькими, сиреневенькими цветочками. Это для альпийской кучки. Вот. Такие классные. Некрупные растения. А вот это вот уже всё папоротники. Тут несколько видов. Они тоже на латыни, и надо будет смотреть, как это всё называется, записывать и переводить на русский язык. А не эти счетовники, что ли? Есть счетовники? Есть? Нет. Надо сейчас аккуратно. Одинаковые. То есть это горшочки по 9, но они битком. Это папоротники, которые на зиму оставляют листья зелеными. То есть у них листья не отмерзают. Поэтому их всё-таки на зиму надо накрывать вот такими ящиками. Ну, поменьше можно, чтобы просто папоротники не давили снегом. Так, это какой-то очень повреждённый. Жалко. Его надо полить. А, вон там почки уже. Его надо полить. Это как кинг. Он отличается тем, что у него на кончиках вот этих псевдолистиков вот такие разлапушки. Такие. Это я отставляю, которые надо дополить, и другие влажные. Так, по-моему, вот это тоже кинг. Ну, листики у них поломаны, но это не страшно. Ему же новые. Пора растить. Так. Три таких. Может и нет. Два. Два кинга. Это у нас какой-то третий. Не буду даже пытаться прочитать. Их подписывала Анна, торопясь. Вот. Ну, всё это есть в записях. Ой, в таблицах. Ой, какой. Это ещё... Это уже, получается, четвёртый. Вообще надо прям... Красота красивая. Так, тебе тоже в сторону. Это четвёртый вид. Это у нас пятый вид. Да? Да, это пятый вид. Этот мы не поливаем. Вот это он же. Они тут даже со спорами. Вот. Это он же. Я, по-моему, такие видела в Карелии. На скалах. Ой, а эти вообще срослись. Два горшка. В общем, они вместе. Как хотят, так и растут. Это точно такие же. То есть у меня четыре. Так сказать, для меня и для друга. Так, это вот к этому. Это идёт вот сюда. Вот он. Я точно знаю, что я не по одному брала. Не по одной штуке. Это у нас... Тоже сросшиеся два горшка. Не буду трогать. Я сейчас всё равно обратно всё переставлю. Ну, только те, которые поливать отдельно. В общем... И вот эти тоже. А, нет, они... Как крышки просли. Вот. Это вот он же. Вот он. И это он же. Какие они классные. Люблю поворотники. И вот эти вдвоём. А эти вдвоём, это вот эти же. Вот. Так что просто всё. Единственное, которых у меня всего два, это вот... Вон те, которые кинги. И вот эти маленькие тоже два. Самые крошки. Ну, в общем, вот. Я очень довольна. Буду теперь думать, куда их же в тень надо будет сажать. Но я с расчётом того, что скоро вырастут мои ёлки. И вот под ёлками будут расти папоротники. А так у меня участок сухой. Надо болото делать. Вот. Сейчас я их устрою лучше к холодильнике. И пусть они там дожидаются уже весны. Да, Лучек? Подбудите нам. Он такой, чё? Вы про что вообще? Вот такой вот у нас. Надо сейчас нафотографировать. У меня, если кто не знает, есть Телеграм-канал. Ещё один. На самом деле у меня их три. Один основной, где всякая текущая ерунда постится. Один про мой сад. Огород. Точнее про ёлкин сад. Он так называется. Это Ёль Гаден. Гаден Ёль. Вот. И там вот я постю уже отдельно всё про растения. И есть канал просто с красивыми фотографиями. Савиный долл называется. Вот. А про растения называется Ёлки-палки. Так что, если кому-то интересно, я там и репосты буду делать. Всякие полезные обзоры, чего я там покупаю, привожу, добываю. Ну и просто общаться тоже на садовые темы. Надеюсь, что потом можно будет и обсуждать всякие обмены растениями. И вообще такой между собочек там по растениям. Очень, кстати, мне лично полезно. Там классные советы дают часто. Хотя, вот, только-только недавно канал создан. Ссылки я в описании оставлю. И кому интересно, заглядывайте. Вот. Вот. Лучик там в админах.